Мы то, что мы пьем. Общая проблема нашей местности – качество воды. Большинство источников Урала содержат в избытке железа, и вода из них без очистки практически непригодна для приготовления пищи и питья. Вот эта вода, но она не скипяченая. Скипяченая вот эта вода с колонки, это мы вчера вечером набрали. Вот она, скипяченая вода. Вот у неё вот такой остаток. Дома на улицах «Профсоюзная», «Паршуковостроители» и «Высоковольтная» снабжаются водой с одной скважины. И на вид вода, пока бежит из крана, вполне приличная. Но запах выдаёт проблему. Пить её нельзя, даже через фильтры. Разве только для стирки сгодится. Пользуемся мы полотенцами или жёлтыми, или другой какой-то цвет, но не белые, потому что всё белое становится жёлтым. Вот пользуемся потемнее, берём. Так же, как и постельное бельё мы покупаем. Сейчас тоже белое мы не покупаем, потому что всё стирается и всё начинает желтеть. Чтобы приготовить пищу и попить чай, жителям микрорайона приходится набирать воду в городе, покупать в магазине или приносить с родника. Жалобы в администрацию поступают уже давно. В этом году руководством выработано решение. Возле скважины на высоковольтной 23 будет отдельная станция водоподготовки. Заключён контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство. Контракт у нас до 20 декабря. Стоимость проектных работ 650 тысяч рублей. Примерная стоимость строительно-монтажных работ по установке данной станции составляет 3 миллиона рублей. Мы планируем данное средство также на 2021 год. Это нам позволит добиться необходимой очистки холодной воды для питьевого водоснабжения данных микрорайонов. И всё-таки большая часть домов города обеспечена водой, которая поступает с хутора Володина. Она также перенасыщена железом и поэтому проходит многоуровневую очистку. Потребителю с водоочистной станции уходит вполне пригодная питьевая вода. Вода по всем показателям. Версологические, микробиологические, органолептические, химические. Даже мы проверяем на нефтепродукты, на радиоактивность проверяем. У нас есть производственный контроль, программа производственного контроля, которую мы выполняем полностью. И вот согласно этой программе производственного контроля, два показателя – литий и кремний. И моим превышение небольшое, но превышение по анализам качества воды. Для устранения этих превышений необходима реконструкция станции водоочистки. Этот вопрос прорабатывается в данный момент. А вот строительство второй магистральной ветки с хутора Володина уже в проекте. Его реализация позволит устранять аварии водопровода без отключения воды в городе. Лариса Воложанина, Евгений Пресежнюк, Павел Тимофеев. НТС «Эрбит».